Это контроль сквозь БКБ, диздраптор, кстати говоря, забирает себе и на лоджик гейминг, что весьма интересно. Потому что либо ты его забираешь сейчас себе, либо ты его даешь сопернику и даешь им возможность прямой, ну прямо тебе контритившим. Здесь это все просто как дважды два. И далее баны. Ну а что баны с банами? Кстати, да, под плеером у нас на Зубу ТВ появилась кнопочка, в которой вы можете прямо на нее нажать и участвовать в конкурсе на 50, в розыгрыше, вернее, 50 билетов на Дримхак. 5-6 декабря, разумеется, ВВЦ, ВДНХ, павильон номер 69. Все дела, так что всех там ждем. Бестмастер пятым пиком для четырех клеверов и лепрекона. Такой вопрос, немножко в топ. А на ВДНХ уже открыли каток, как ты думаешь? По-моему, да, да? Я не знаю, я на коньках вообще. Я просто любитель подобных мероприятий. Не, у меня каток обычно происходит, когда я это, ну, примут, а потом просто на лед выходишь, и тебе весело. А я думал, каток, я обычно катком называю Спирита, если уж вспомнить. Интересно, кстати, когда, ну, вообще он будет именно здесь. А, пока вроде планов этого нету. Услышали вы, что ворк ладает? Да, да, да. Ну, поглядим, что будет дальше у нас с так называемым ДОТ-И. Это будет 15 декабря. 15 декабря, поэтому у нас Дримхак закончится в текущей, в рамках текущей меты. А там уже посмотрим. Да, и LastBan, это Viper и Broodmother от Knowledge Gaming. Но они Бестмастера забрали себе, да, и я думаю, что остались довольны. Их пик, конечно, ну, довольно-таки крут, и инициаторы здесь есть классные, такие как Бестмастер. Но если у SF в миде возникнут проблемы, а они могут возникнуть, хотя будет Бэйн стоять вместе с SF в миде, я более чем уверен, что свой дабл-линию он NLG выставит именно в мидл. Тут есть герои, и на то, чтобы, опять же, знаешь, и на других линиях, поскольку когда в мид идет дабла, они ослабляют свои другие линии. И там нужны сильные герои на них. Все очень просто. На самом деле у Кливеров есть запасной вариант. Всегда. То есть, если у SF проблемы с дэмэджем, допустим, какими-нибудь с руки и с ДПС, он просто берет и играет дабле с Бестмастером. Ну, в смысле, куда может быть, где-нибудь там в мидгейме. Он объединяется с Бестмастером, который ему дает возможность как бы оттачить побыстрее. А также много плюсов на самом деле у Бестмастера. Это же еще и мап-контрол замечательный. И мап-контрол, он видит все прекрасно, и стакать себе можно кабанчиками. Кстати говоря, мап-контрол и сакса дает с агонимом, если будет. А я думаю, что это для него вариант очень даже неплохой. А когда у тебя Тинни, опять же, не знаю, я не устану это повторять. Тебе нужен, соответственно, запасной вариант, потому что Тинни, хорошо, Тинни мидер, все дела, его будет нянчить. Здесь Висп и есть вероятность того, что все у них будет хорошо. Но в случае чего, если вдруг этот молодой человек... Кстати, вот, да, по той самой стратегии, о которой мы с вами разговаривали еще на прошлой карте, они прямо сейчас, еще до появления крипов, врубают здесь деревья. Дабы после этого никакие споты не заблочат, и спокойно можно было бы отводить, естественно. Приходит Висп сюда, тыкает сюда, отходит, тыкает сюда, и ведет пункт вот сюда. Тем самым делает двойной стак. С Виспом можно, опять же, на рун-контроле хорошенечко кого-нибудь закинуть на хайграунд. Да, да, вот это самое дело. Это часто делает. Ну, сейчас здесь, как бы, может быть, в паблике оно и сойдет, но тут ребята больше стараются концентрироваться на том, что у них имеется. Это рун-контрол. И, опять же, пыренько представим команды. Спартан на Виспе, Мадар, Наймбер, Спиритик, Скалибр, Натине, Милана, Дизраптор, Мич на Слардаре. Команда, 4 клевера, Леприкон, Пайкат, Нашадуфинди, Сакс, Исполнительная Сталкера, ЕГМ, будет играть на Байне, Никва, Дарксир и Сексиба, Мудрюмастери. Разобрали руны, СФ и Висп. Соответственно, Спартан, за тем, чтобы поскорее себе привезти Боттл, который уже, кстати, едет. Поэтому Миддл будет очень интересно посмотреть, потому что Пайкат его проигрывать явно не собирается. Тем более, это с Бэйном. Интересно. Тут и инфи была довольно-таки классная штука. Жаль, что она, хотя не жаль, наверное, было бы слишком умбово, если бы она была более дешевой по мане. Вопрос такой, на самом деле. Был в голове еще вчера. Но, ладно, потом поговорим. Тем более, что в Миду у нас нападение на Виспа. А не друг друга, кстати. Экскалибр вон на Бэйна идет. А СФ как раз-таки Виспа старается бить. Только вот у Виспа есть чем регенерироваться. А Бэйн Бринца по Маджирайсу. Да, на Бэйн Бринд. Что-то других. Паразитировать, в общем, других персонажей. О чем мы вчера говорили с Форсом. Так под вечер, так может быть, карма играет роль некая свою. Потому что, если ты посмотришь на флаги, например, Клеверов и вообще других команд, которые у нас присутствуют. Сейчас у нас там Фердбад делается на Сакси, да, я так понимаю. Хотя нет, еще там и щиток был. Так вот. У них нормальные флаги и так далее, и так далее. А вот у Нолоджи Гейминг просто чистый белый флаг. То есть они еще, типа, мол, играть не сели, но уже сдаются. Ну, не знаю, вряд ли. Вряд ли. Ну, просто, наверное, лагает. Да нет, нет. Это тоже на протяжении трех дней, и флага никакого у ребят нет. Ну, вернее, он есть как бы... Кто-нибудь им да сделает, наверное, флаг, но пока... Понимаешь, в чем прикол-то? Если бы, если не делаешь флаги сам, да, то они у тебя заменяются на стандартной стороны. Рейдент или Дайер, да? А-а-а. Да, а это именно чисто белый. То есть он не оригинальный, не лагающий, он просто... Ну, может быть. Но пока у них в рамках нашего турнира выступление не самое удачное. И, конечно же, в случае того, что к нам шесть команд попало, так бы могло быть восемь. В том числе команды из Поднебесной, которые, к сожалению, ссылаются на некоторые проблемы с различным родом вещами, но не буду их упоминать. Сказали, что мы не хотим ехать по такой-то такой причине. Их, в принципе, их объяснение и, скажем так, причины можно найти в интернете. Многие назвали их просто смешными и, возможно, просто нежелание ехать в такую удаль, играть с какими-то там командами. Слышал про Альянс? Я так угорел недавно просто на тему того, почему Альянс не поехали. Нет? Ладно. Не важно. Тосом обратно закидывает пайкаты, и это, скорее всего, будет первая. Да, очень много дэмажа со спиритов. Очень много. Он звать ЭГМ мог бы... Он отошел и вовремя взял момент тени, чтобы именно напасть на СФ. Найтмейр бы мог многое исправить. Мадара. Тут у нас бегает Саксон. Ну, эту линию можно, в принципе, сравнить. Это опять Нико на... Господи, на Дарксире и Саксона, на Найтсталкере. Мы дабло это уже видели в их исполнении сегодня, что, опять же, и в Харлине они были, и здесь сейчас на Изилейне делают свою работу. И, в принципе, милишному герою, такому как Мадара, стоять не совсем приятно. Обратите внимание, в том числе и на его Крипстат. И обратите внимание на Крипстат Никоя. Именно так. И на прошлой карте мы, по сути, видели точно такого же Нико на Дарксире, который, ну, мало того, что и исполнял хорошо, и на стадии лейнинга заработал по максимуму. Уметьте себе. Еле-еле принес классочку. Было у него много проблем с здоровьем, но, скорее всего, пока что ему ничего не грозит. С другой стороны, есть Секси Бамбу, который топорами покидал знатно. И зверь у него вкачаны тоже нормально. Не-не-не, он Кабанчик ему подфармливает, и меча вот так вот. Просто смотри, он даже, несмотря на то, что у него хп меньше, он еще может отойти и нормально надавать ему. Так что, Бестмастер реально сильный герой на 1х1. Если помнишь, были времена, когда вы реально в мидл брали. Его в мидл брали, его и в керри собирали через всякие там. Да, по-разному. Да, через эти, как их, ну, недавно это было. Я через мошадики попробовал собирать, но, если говорить про старые добрые времена, то там Мом, ПТшка, потом Кираса какая-то поехала и так далее, и так далее. Ну, в основном артефакты для команды, конечно, собирает. Раньше был смысл еще брать Аганима, и он в качестве инициатора неплох. Кстати говоря, Висп мог бы и погибнуть, если бы Сакса был рядом. То же самое Войт мог бы повлиять. Проблема того же самого мяча в том, что он сыграет на Слардаре. Вот сейчас прямо он остался в том самом положении, в котором у него нет, например, чтобы, если чего, уйти, Краша. Ну, вот его нету просто. Потому что он его потратил в никуда. Он знал прекрасно, что он не убьет этого бисмастера. Он знал прекрасно, что он этим Крашем может не добить крипов. Я понимаю один момент, когда, допустим, у тебя есть крипы. Но ты их размял все там, да, что-то еле-еле размял. У них об этом мало осталось. Ты нажимаешь Краш, ты их убиваешь. Ты, типа, заформил, сэкономил свое время и не дал противнику возможность перегинать всех крипов, которые там есть. Это одно. Ты просто подходишь, просто даешь Краш по человеку. И после этого стоишь и думаешь, а почему у меня нету маны? Ты уже юзаешь спринт и все. Это единственная скилл, который у тебя не требует. Кстати, сейчас ночь, Сакса ищет. Ты видишь, он сразу возбудился, бегает по всем линиям, ныряет дальше, чем полон. Но, к сожалению, пока найти себя он на карте не смог. Ну, вот. В итоге у мяча есть бутылка, но ман не хватит на все вообще. Ну, вы что? Тут все бутылками обзавелись. Мич. Ну, не только мич. Все. Ну, вон, еще две бутылки у Виспа. Да, да, да. Это просто такой водонос, который будет заливать, заливать и заливать. Мадара. Мадара откилили, а вот и мяча забрали. Ну, вот он пришел, ошибся и улетел. Потому что Секси Бамба был один на линии. Это не вмешательство извне. А Секси Бамба просто справился с своей задачей и вместе с кабаном делает фраг. Более того, да, с небольшим монопулом, со всеми непиделами. То есть дождались, пока краж будет проявленной. Слушаем, Манси. А тут чем закончится Милан? Ну, Глимс у него есть. Нандерстрайк он дал. Этого мало. В Найтмэре был Экскалибр, перенетмэрил Спартан. Проказ давит, ну, полностью. Не может дать маны, не хватает. Но Глимс под Виспа оказался очень даже кстати. От Спиритов Спартана выглядит весьма себе органично. Либо иначе бы не убить. Я думаю, что вариантов других там не было. Эмпер Спирит на топе тоже можно... Молчание, опять же. Скажем так, потому что у него там все крайне печально. Если собирались здесь опять фармить НЛЖ... Так, у нас релокейт на нижнюю линию, далее будут проблемы... А, у кого будут проблемы? Сексибамба ушел. Птица видит как раз-таки того, кто может для него представлять непосредственно угрозу. Сексибамба в бутылке в лаха ставят, сам на ней бегает. Да, он видит Митча. Он еще думает, пойти ли драться или не пойти драться. Но Митча он вряд ли заберет, конечно. Хотя, если тот выйдет куда-то поближе к Руне, может быть. А в Митте временем уже можно назвать драку выигранной. Фурсел потеряли виспо НЛЖ. Здесь встречается Сексибамбу и Митч. Ну, Сексибамбу там делать нечего. Можно вернуться и пофармить далее Блинкдаггер. Хотя, кстати, Блинкдаггер, Некра. В принципе, я думаю, что что-то из этой серии мы увидим. У команды Фурсел, конкретно у Айтем Мордора Бисмастера. Думаю, что Некра, Блинкдаггер. Аганим, конечно, крут был бы, да? Ввиду Тосса, соответственно, с Тосиком кидают мяча. И у Пайката больше. Конечно, и здесь. Просто легкий такой валют. Вот, кстати, к вопросу о том, кто кого там подстраховывает. Когда, допустим, у него нету Слардара Блинка. Работает комбинация с Тоссом, с Экскалибуром. Так же, как это было с Вингой в прошлый раз. Когда нет Блинка, окей. Винга подстанил, он подбежал, дал краш. Но это ошибка, понимаешь? Тут все-таки держать дистанцию от Экскалибур можно. Он же не мгновенно оказывается при том, он к тебе подходит, кидает тебя. Дистанцию держать нужно и важно в таких моментах, когда ты остаешься один, тем более. У нас восьмая минута. Переходим на Дутворцы. Первое место на карте идет Экскалибур. Вот тут я его уже умею. Вот этого я и ждал. О чем я говорил в конце прошлого матча. Он хотя бы, пускай реализуется, как игрок, за кем интересно будет наблюдать. Который имеет усредненное КДА и так далее. Сейчас он на весьма достойном герое, с хорошими сейчас показателями на данный момент. Эмбера вновь убили на боте. Могли обратить внимание. Пайката ведут в лес его помощники. Правда, помощники бы еще сделали стаки, было бы еще лучше. Именно так. Так, Сатини. Вот что мне интересно, на самом деле. Где его затар, если только не бутылки, которые лежат у Спартана сейчас пока. И где еще одна? А, еще одна вкурить. Нет, не в курьере. Да, барабанок не появляется, а Спартан не появляется. И тут у него не возникнут проблем, потому что тиммейты за него впрягаются. Мич уже под Найтмаром получает очень много дэмэжа Скайлопа, не только. Войт добавляет Найтсталкер. Два фрага делает команда Фурсел в миде. Меха у Даркстера, он ее сам заработал. На боте. Усердно фармя. Кор. Кой герой. Ты так красивый. Опять же, хочется отметить то, что преимущество, оно потенциально будет расти сейчас, если все будет так же. Обратите внимание, как это стояли именно на стадии лейнига Фурсел. Это уже не первую игру так они делают. Мадара у себя опять ничего не получил на линии. В Харде оказался, спрашивается, ну, чем-то мы занимались саппорта, если денег не получал. Никой здесь ставит стенку, релокейт сюда уже идет, он пытается сбежать. Приходит Спартан, глимцует обратно. Там-то его и заберут, спириты пошли. Он все еще жив в Меха была. Все, пустили, сколько ж можно. За это время уже подошел к СССР, разобрали виспать. Вот вам и Дарксир. Тп-шка есть. Две тыща золота имеют в себе преимущество, в качестве преимущества, ребята, из клеверов. Потому что это вторая карта противостояния. Четыре клевера и репикон против на лоджи гейминг. И при всем при этом клевера имеют одну очко уже в этой серии. Да, они выиграли на прошлой карте. А на лоджи гейминг за весь турнир выиграл только одну карту. Ну, даже не матч, а карту. Ну, была одна проблема, его немножко покидали топорами. Ну, Койл сейчас будет, если будет сужен, он даст. Даже без этого обошлось. Опять же, хочется сказать уже, что стадия у Ленинга в 10-й минуте. Форсиел выиграли, причем очень серьезно. Если своих оппонентов полностью в два раза перефармливают ребят из Форсиел. Это такие, как Секси Бамбу и Никуа. Никуа перефармил Эмбер Спирит, с которым он стал на линии. А Секси Бамбу перефармил с Лордара, с которым он стал на линии фактически в два раза. Это сейчас и дает свои плоды. Ребята, получили нужный ловел А. Никуа находится на снарху, добирает башенку. Не понимаю смысла приходить наверху. Это и Дарксир, который может объединиться со своими ребятами и устроить в миду замечательное действие. Там очень неплохой Старик Штарм был и не было. И сзади, если на одного пингри, второго Фраймал Рор можно убивать двух зайцев сразу. Ресурсы есть. Правда, потеряют Бэйна. Неудивительно, но все же Экскалибр вышел на Тинги. В два в два? Посчитывая то, что еще и Дарксир. А, нет, Дарксир не умер, там просто башню сюда следит. Да, и вышку еще попробуют побить. Почему нет, с Кабанами, с Никуа. Никуа пришел сюда со стяжкой, уже со стенкой, да и с Меккой. Поэтому проблем никаких возникнуть не должно. Урна появляется у надсталкера, плюс он докупает смок. Ну и, наверное, в ближайшее время мы явно что-то увидим. Пайкат решил опять не париться и первым айтемом собрать Сенжин Яшин. Слардар. Имеет ли он блинг? Нет, не имеет. Денег у него вообще, на самом деле, в запасе не так уж и много. 0-3-2 парень играет. Но не так все хорошо, как могло было быть. Смок разбивает команда NLG. Двигаются примерно на нижнюю линию. Там есть Секси Бамбу и компания. Но в первую очередь найдут, разумеется, Саксу. Слушай, вардис хороший здесь стоит у команды Фурсел. Но они им не помогут, так как это Смок. Но Смок зареливили Секси Бамбу без Праймал Рора. Нужно немножко потерпеть. Никуа получает Тосс. Но стенка-то есть. Ворвался митч. Можно даже поставить сейчас будет стенку. Кинетик Филд не дает ему сделать. Никуа делает ТП. Понимаешь, ты скорее всего драться. Нет, надо. Отменил ТП-шку. Погнали в драку. Старик Шторм стоит. Уже выиграли фактически. Сейчас Фурселл. Байбэк виск делает. Возможно, и сюда. Мало ХП ускалибра. Учлевает его. Можно подраться за Мадару. Здесь еще он вдобавок. Кинетик Филд ставит Милан. Не тут-то было. Могут пойти пушить даже эту линию. Потому что ее дефать не станут. Не как НЛГ. Да, и Милан. Тоже спиритами здесь задикт. Да и все, забрали его. И фингриб Мадара уцепляет далее ЕГМ. Никуа. Аймшелл вешает на себя. Кайлом СФ помогает. Но тут уже эвакуация от Виспа поспела. Висп, разумеется, говорим, что продано. Но с другой стороны Мадара может успеть за это время подойти и пытаться как-то его подсейвить. Да, про него уже забудут. Наверное, вышку забрали. Фурселл. И время терять не станут. Тем более там его и ждать добавок. Так что они уйдут. Еще зафармят Лиса. Крашана вернуться можно было бы несколько позже. Хотя сейчас есть ресурсы, которыми можно забирать. Там потанчить кабанами. И т.д. и т.п. Некра 3 появляется сразу у Бесмастера. Дело обошлось и без Брингдагера. Он не видел в этом, в принципе, какой-либо необходимости. Да, и в целом Некра смотрится уже 3 сразу на 14 минуте матча. Тоже очень хорошо. Именно так. Что ж, в Миду у нас, соответственно, есть Тавр. Тавр просажен где-то примерно наполовинку. Ты один стоит все еще у Кливеров. Внизу также. Ой, какой хороший сейчас. Ох ты, Штос. Стан. Секси Бамбу. Слушай, Глипс обратный. Немножко такой мискоммуникейшн, я бы сказал. Потому что Секси Бамбу жив. А если его покусить собирались, то как? Икс Калибур от него получает сейчас Праймал Рор. Начинает разбирать байкат. Он тут не до конца разобрал, потому что Старик Штор повисел сверху Милан. Икс Калибур отступает, но он все еще жив. Толсом здесь поднимает Саксу. Саксу все мимо, по-будто пробежал. Он жив остался. Самый главный элемент этого замеса был не Сакс, никто и другой, а просто Некрач, на котором висит Айяншел, который раздамаживал всех и вся. Направо и налево этим самым позволил еще и разобраться и со всякими глимсованными, этими Секси Бамбухами и так далее, и так далее, и так далее. Просто эта комбинация дичай, что когда ты берешь парочку крипов, ты берешь Некрачи, ты играешь, допустим, на этом самом Висмастере, накидываешь Айяншел и идешь развлекаться. Дело не столько мискоммуникейшн, я считаю, что... Не, ну, когда врываются, потом цель глимсует. Извини, тут... Это, скорее всего, просто глимс с расчетом над зон. Ну, чтобы от зонить. Да, чтобы он Праймал Эрор дал оттуда, конечно. Но он и дал. Экскалибр же убили после, поэтому я считаю, что Дизраптор здесь все-таки зря это сделал. Потому что он туда потом впоследствии поставил Старик Шторм. Был бы там Сайланс, может быть бы Экскалибр бы спасли. Вот здесь вот, да, и у тебя есть, находится здесь... Так, подожди, тут Милана нашли, Нинс Грипп, ну, даже не стали тут особо заморачиваться. Ты веришься вот здесь, вот, соответственно, у тебя, получается, есть здесь Бисмастер. Он придет куда-нибудь сюда и дальше может на хайграунд завозить какие-нибудь там какие-то скиллы. Если он заходит сюда, если вы врываетесь, вы его откидываете, допустим, с удышки. И дабы он не зацепил всех там ваших ребят, ну, не всех ваших ребят, минимум, а ключевого вашего персонажа. Тем временем забирали вышку в гвиде. И с Аегисом готовы идти дальше. Конечно, готовы сейчас. У них все, кстати, есть уже. Даже с тем. Она как минимум будет, во-первых. Вот. А во-вторых, о чем бесширяется-то было? О том, что разделить драку на две части, это очень хорошая идея. Сексимобу в очередной раз уже имеет Праймарл Роу, который Праймарл Роу. Рор! Господи, да боже мой, никакая. Ну, хорошо. Видим, как Форсиел на хайграунде погибает, благодаря, в принципе, неплохим действиям Дизраптора. Но, ну, не только. Можно отметить работу Экскалибра, как он там ворвался и помог. Ну и Слардар, который с тремя ворвался по трем целям сразу. Мич, при том еще и всем хорошим выжил. Так что вот, можете посмотреть сейчас, сколько дэмэджа выдал Тинни. Аж две с лишним тысячи после того, как ворвался Слардар. Так что ребята скооперировались весьма неплохо. Получили три кила в копилку и две с половиной тонны денег. Одиннадцать, восемнадцать в сумме. Да, они отыграли. И Форсиел здесь, я бы не назвал это даже ошибкой. Ошибкой можно лишь назвать то, что они выбрали не очень грамотные позиции. Подставились так под Слардары. Несколько, может быть, не представляли возможным, что и на лжи могут так еще огрызнуться. Потому что действительно слишком вальяжно ребята заходили. Ну, там, кстати, пайкат еще с митчем здесь встречается. В целом, можно сказать, что и на лжи молодцы. Отыграли, но не все. Надо еще стараться играть дальше. Все же контроль над картой и пока что все еще за Створсиел. Им нужно хотя бы что-то где-то повиженное еще поставить. Потому что он у них фактически отсутствует. И уже пытаться отыгрываться. Все зависит от них. И вот так, тем временем, преимущество в 10 тысяч было слегка подрезано, ребята, Мизинолджи. Ну, а... По этим билдам, если посмотреть, поглядеть... Ну, экс-калибур. Еле-еле пытались себе, что... А, вот у Милана, кстати, тем временем, проблема топоры. Плюс праймал... Да, сникрами. Любой фраг можно фактически сделать. Тем более, когда у тебя такой зоопарк. Как раньше говорили, муж, я там директор зоопарка со всеми сглами. Да, здесь у нас теперь он секси-бамбу. И давно уже прошли времена там пупейских этих... Да, и Аки тоже. Значение, как помню я, эти времена. Айеги в следующие 3 минуты будет в руках у команды Форсиел. Попытка зайти номер 2. Сникрами даже можно с кабанами дистанционно убить вышку. Но чуть-чуть поддамажить сверху можно. Ринжовый барак стоит и ждет, когда вы уснесете, ребят. Ринжовый барак и играет Форсиел. И после этого, по возможности, будут оценивать ситуацию. Главное, оценивать ее хорошо. Мадара приходит. И там пока что Милан, ну, стоит. Позиция у нее неплохая. Он отсюда. Ох ты! Экскалибр в спину с релокейтом вместе с виском. Байкат, они дают кастоваться. Ставят старик штор в Нику и стягивают двоих. Ставят туда стенку. Далее Мадара переходит далее. Экскалибр бросает байката. Чина, в принципе. Мадара здесь уже подставился тем, что его тиммейты начинают... Они его бросили. Имищи Экскалибр отошли, потому что не могут драться. Топарына снигает Дизраптора. Вновь по-новому врывается с прокаста, как только откатилась у Кини. Неплохо сыгранно прокаст троих. И двоих из них забрали. Третьего забирает Мадара. Остается лишь один секси-бамбу живой. После Аегиса появляется СФ. Пытается разлететься вновь. Праймал Рорту даже неплохой дэмэдж выдали. Очень близко оказался Экскалибр. Ну а дальше у Зефайка тут просто нечего сделать. Он просто бес... Ну, бесполезен в такой ситуации. Ну да. Стоит отметить, во-первых, то, что человек, который чаще всего заливает драки ребятам из НЛГ, это тот самый Мич, который на Квапе вчера играл. Очень весело, разумеется, в кавычках. Сейчас на Слардаре показывает не лучшие результаты, потому что мажет постоянно. Сейчас в этой драке являлся не МВПшником, потому что абсолютно спокойно взял и поставил по четверым, а до 5-го, когда зацепился, соответственно, крашем. То есть, не сделаю на этого, драка бы, как, ну, прекрасно понимаем, уже не перевернула. Могла бы быть проиграна, действительно. Она уже была проиграна. Опять, кстати говоря, вот одну драку выиграли, потом из-за того, что карту выфармливают в Форселл, они это отыгрывают, потом опять они в драке проигрывают, отыгрывают 2000 преимуществ, и сейчас опять всю карту держат Форселл. Ну, чуть-чуть, конечно, уже себе там лес отвоевали НЛГ. По вардам, конечно, все так же у них печально, хотя это имеется у Милана. Варды, имея в виду, надо бы поставить. Ну, в центре один. Опс, где-то тоже можно поставить. Так что потихонечку, и ребята возвращают себе карту, тем самым стараются больше фармить. А уж тем более, это сколько денег на тине. Это единственная, конечно, проблема команды НЛГ, что у них огромное количество денег сконцентрировано в одном герое. Соответственно, этот герой должен быть максимально защищен. И пока вот я и вижу у него одного артефакта, но он у него сейчас вскоре, ну, еще может появиться. Я имею в виду даже, даже не знаю, БКБ имеет ли смысл? Праймер лор сквозь БКБ, финс грипп сквозь БКБ, и, по сути, остальная вся часть дэмэджа, она будет являться физической. Поэтому ему надо вармор собираться. А с Лордаром тем временем проблемы со здоровьем, и как бы здесь ему уже ничего не поможет. Да, у него просто проблемы. Да. Он вновь поймал секси-бамбу. Вот он, самый бисмастер, который, с одной стороны, может собираться в такого, ну, довольно гиппичный персонаж, то есть он может и райт-кликать на кого-то, а может с помощью микры, с помощью некрачей, с помощью выводка, естественно, и кабана, и всего прочих, живности брать и разбивать лица направо и налево. Главное, главное хорошо замикрить. И главное не дать сопернику этот самый зоопарк вырезать раньше, чем нужно. С другой стороны, опять же, нужно прекрасно понимать, когда тебе можно использовать самые некрачи, когда тебе нельзя, потому что откат у них минуты. А в замесе они могут пригодиться. Конечно. Опять я покажу графики, сейчас, конечно, все еще пока отыгрываются по цел, до тех показателей, которые были. Могут, ну, в принципе, да, знаешь, они вот зашли, спушили что-то и могут продолжать так делать. Пэшки на Т2, тут, наверное, и смог пойдет, раз уж собрались. НЛЖ. Тут, я думаю, возможно, ответные действия будут. Интересно, тут у нас что-нибудь есть. А тут смока нет, поэтому пока Фурсел держится больше на своей половине. Ну, тогда, как говорится, будем дожидаться Рошана, ибо он точно заставит команд друг друга. Ох ты ж как. Даже Секси Бамбу сюда приходит на травелах на своего, считай, совуха. И интересную позицию занимает. Правда, в ней, у него Вижен, ну, он несколько ограничен, да, но, в принципе, хватит ему здесь отсюда выйти на блинке и кого-то цеплять. Интересно, такую защиту встали сейчас Фурсел, надеюсь, что НЛЖ будут нападать, но те, вроде как, об этом даже пока не думают. План Капкан, скорее всего, с горы выходить, если будет контроль Рошана какой-нибудь. Потому что до Рошана остается довольно-таки немного времени. Основное время еще даже не прошло. Тайминги должны быть довольно четкие у игроков. В серии кто-то подойдет, может подфармить, может еще чекнуть Рошпит и так далее, и так далее. Бывает такое, что из серии, когда мы ничего не делаем, мы либо фармим, либо ходим на Рошана. Это вот СНГ Дота такая. Но у нас, разумеется, ни одного коллектива СНГ здесь нет, но порой я и за ними замечаю такие проблески этого самого менталитета СНГ Дота. Ладно, смотрим наверх. Что у нас здесь? У нас здесь Экскалибур, который, ну, кое-как себе, я говорю, пополам вынес. Агани Макерасу, и которого, кстати, Секси Бамбу также может, ну, ладно, ему понадобится, может быть, здесь плюс один. Потому что Экскалибур все-таки не такая. Тут у нас Релокейт по Пайкату. Не любит его, и реально раздает, так раздает на Доверчарджер. Здесь добавить нечего. Экскалибур, Макл, мало того, что мега киллстрик, так еще и действительно без шансов для СФ. А в нужный момент, Хил Рейдинг, как вы заметите, а здесь Спартан не дает уйти. Визбун. Ну, ответ, конечно, более чем скромный. От него в миде у нас продолжение. Здесь уже опять вновь Экскалибур делает фраг. Оказался им найти Сталкер. Ну и, по-моему, время и место самое подходящее для команды... О, нет, тут побоялись, что МВ-шку заберет Секси Бамбу. Играми. И молниеносная реакция от команды НЛГ. Хотя я считаю, что они должны были пытаться зайти там, хотя бы, не знаю, а в Воршпит зайти и чекнуть хотя бы. Они же не знают, что он там есть, но мы-то видим, что его нет, они могли бы пойти, его бы там не было, тогда бы они на карте вообще ничего не сделали бы, еще Т1 потеряли. Напоролись бы они на Совуха и все. Да, вместо Рошана. Хотя они туда сейчас отправляются, могут чекнуть. Пока СФа нет, нет Найт Сталкера, они думают, что он там находится и под минус арморкой смогут его забрать. Но его там нет. И Совух доджит просто Вижен. Он просто оттуда уходит. Господи, Шадо Финд. БКБшка у него, это действительно полезно сейчас. Давно уже надо бы. Пайкат вовремя получает данный айтем. Теперь для него не таким опасным будет Экскалибур. А ведь эту БКБ он в какой-то момент действительно прям-таки отсрочил у СФа. 2000 голды на руках Эмберспирита. Мадар, что-то с этим придумывать. Я не знаю, Мадаро их пока что не тратит. Может быть, ему нужно как-то выживать. Может быть, ему нужно как-то задавать темп драки, нарезать с фистов и так далее, и так далее. Пока что 2-3-6, никакой пользы в замесах. Кроме контроля некого, да, со связочек. Ну и небольшого, да, уже совсем, который уже на 26-й на тени чувствуется. Он не завозит. Радианс топ-тавер уже готовится к тому, чтобы драться с Рошана с Аегисом и Смоук. Я смотрю, там у нас аж за счет СФа покупают за его личный счет и теперь наверное отправляется в Фурцейл. Ну, я могу лишь пожелать им удачи, но на блинке Нико очень многое должен там сделать. Если в драке с Рошанов НЛГ выберут несколько неудачные позиции. Очень много сейчас это значит для игроков. Здесь, возможно, вся игра может решиться и сейчас игроки потенциально даже сравнялись почти. Если в деньгах некоторые преимущества есть, то в принципе на деле оно может оказаться ну, ты ж как смог же ревилил, он использовал Ремнанта, видят теперь, что там по целу собирают забрать Рошана и забирают его. Я считаю, тут пока еще ну, забирают там таки долго, могут поспеть за это время на лжи и подгоняет мяч своих тиммейтов, мол, ребята, давайте туда, и Милан туда бежит. Все, но могут не успеть. садовух там тем, что уже, ой-ой-ой, тут иллюзии пошли, и Кинетик Филд, там птица находится, Вижен она дает, но Рошана все-таки забирает Экскалибур, Экскалибур, мало того, что еще, ух ты ж, как отыграл Рошану, надо было туда еще добавить что-то сверху, в данном случае ставится Кинетик Филд от Милана, и туда Мадара, переходит к своим поближе, ибо могли сейчас его здесь и ставить одного, он даже пытается оторваться, получает Сайланс, и умирает здесь он, и мало того, что умер он, так еще и Слардар тоже погибает, минус два, получается, Экси Бамбу, даблкил, поле того, Спартана сейчас также убьют, потому что он пытался Мадару спасти в самую последнюю секунду, тизернувшись к нему, но не получилось, вот он Спартан, вот он пошел домой, да, минус три, мало того, что отдали, ну вот этот вот, не видели они, к сожалению, два байбека уже сфорсили, форсел, но не иначе никак, и все равно остается Миншинствея без Слардара, все еще 16 секунд, сложно будет, конечно, этот барак защитить, а есть еще и нижняя линия, но Тавр в топе, может быть, не позволит лишить их трех линии, тяжко вновь стоит, Экскалибр под БКБшку дерется с Пайкатом, тот пережировал, в принципе, много демок уже не вытаскивает Экскалибру, но того Финс Гриппи держит Бэйн, тот не набажет все это время, а в этот момент разбирает всю его команду, как только у нее заканчивается, БКБ упадает сам, остается лишь Мадара, Сайлентсу много, Сакс ему не дас, но уже пишет GG команда НЛС, вот это матч, конечно, 29-17, а все же жаль, а ведь какой камбэк можно это назвать, по сути-то, да, с 10-ка отыграли ребята, там, преимущество вплоть до каких-то копеечных, да, по деньгам, тем более, фактически все отыграли. но очень не уверен в себя, да, как-то сдерживствовали какие-то моменты, и Мадара, который вроде как поставил ремнант, чтобы уходить, а вместо того, Да, он заливил смоук, то есть... Я не говорю про Рошана, говорю чуть попозже, когда они все уже отступали, он кидает, короче, ремнанта... Да, вперед, вместо того, чтобы отступать и идти, он сначала прыгает фестами по ним, по врагам, которые уже двигаются в тому направлении, где у него стоит ремнант, да, потом влетает на тот же самый ремнант, он хотя бы в другую сторону... Движется с такой же скорости, как они, по сути. Да, да, он хотя бы в другую сторону бы его ставил...